Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте имени Твоему Вышней. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струнной псалтиры с песней в гостях, яко возвеселил Месси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрагайся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем изучать псалтырь, и сегодня будем с вами говорить о 119-м псалме. 119-й псалм имеет преднаписание «Песни степеней» 119. Степени или песни степеней называются те ступени, или восхождения часто называют, которых псалмопевец Давид написал 15. В них говорится о восхождении древних иудей из Вавилона в Иерусалим. В каждой такой песне описывается их внутреннее переживание, их молитва к Богу, обращение, чтобы Господь их вывел из этого плена и даровал им возможность войти в Иерусалим. Эти псалмы пелись иудеями на 15 ступенях, которые вели в Иерусалимский храм. На каждой ступени они пели эту песню. Конечно же, этот псалм говорит еще и о нашем восхождении, духовном восхождении, от добродетели к добродетели, когда мы входим в горний Иерусалим. «Ко Господу внегда скорбеть ими во звах и услыша мя». Ну вот здесь опять-таки говорится о пользе, о скорби, которую человек имеет. Не было бы, скорби, не было такого воззвания к Богу, но когда человек пребывает в каких-то трудных обстоятельствах, он всегда обращается к Господу и просит его, чтобы Господь помог ему. Скорби человеку дает трезвость такую духовную, он начинает правильно оценивать свою жизнь, он не прилипляется к этой жизни, он понимает, что все в руках Божьих. А когда у человека все хорошо, он думает, что он властелин этой жизни, что он творец всего то, что у него имеется, все он сам заработал, все он сам приобрел, и от этого у него только вырастает такая гордыня, которая мешает ему жить. И когда человек получает эти скорби и трудности, тогда у него горячая и сильная молитва. И Господь слышит человека. И вот святые отцы говорят о том, смотрите, в скорбях человек взывает, ему не надо много трудиться, ему не надо делать какие-то добродетели особенные, но Господь слышит его только по одному воздыханию. И только молитва, и одной молитвой можно избавиться от этих скорбей. То есть в то же время это для каждого из нас и подсказка к тому, чтобы мы во время скорби не печалились, не искали каким-то земным образом решить те или другие проблемы и трудности, но в молитве обращались к Богу. И вот молитва, она очень много сделает, она поможет нас вывести из этого трудного состояния. Или за счет молитвы, конечно, можно говорить о каких-то усилиях и делах, когда появилась возможность выйти иудеям из Вавилона. Но за счет только молитвы они смогли это сделать, потому что Господь услышал их и оказал свою помощь, оказал свое содействие. «Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива». Конечно, мы всегда обращаемся к Богу, чтобы Господь избавил нас от клеветы. «Господи, избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди Твои». Клевета и неправда, которая существует вокруг нас, она делает этот мир совершенно невыносимой. И человек в таком состоянии будет делать еще большие ошибки, нежели тогда, когда он может трезво оценить то, что с ним происходит. Поэтому псаломопевец Давид и говорит, чтобы Господь избавил от устен неправедных и от языка льстива, от льстивого человека. Льстивый человек называется еще человеком коварным, потому что его коварство не видно. Если зверя видно, его намерение, а вот льстивого человека и его вот эту вот жестокость, его коварство такое, его не видно, потому что оно прикрыто ласковыми какими-то словами, улыбкой, лейным поведением, смиренным образом. Он прикрывает всячески свое ухищрение и свое зло, и свою неправду. И ты не думаешь, что этот человек может причинить тебе какое-то зло. Ты думаешь, он совершенно нормальный, он хороший, он готов жить и творить добро. И такому человеку очень часто доверяют, ему что-то открывает сокровенное, а на самом деле он готовит против тебя сети, и ты не знаешь это. И тебе только открывается это в последний момент, когда вот этот злой коварный человек, прикрытый ласкательством, лестью какой-то, открывается во всей полноте. Тяжело избавиться от такого человека, и тяжело увидеть такого человека. Поэтому Псаломопедис Давид и молится, и говорит, Господи, избави меня от человека клевещущего, и от человека, который льстит тебе, а на самом деле уже за пазухой у него находится камень, чтобы причинить тебе какое-то смертельное зло. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстивому? Конечно, очень сложно противостоять человеку льстивому. Но что мы можем сделать такому человеку? Конечно, только упование на Господа, и Господь избавит тебя от такого человека. Но и какая польза человеку, который льстит тебе, и потом тебя предает через такое вот жестокое коварство. Он сам через это зло погибнет, потому что он будет жить с этим злом, и это зло лишит его неправду, это предательство, которое он совершает по отношению к другому человеку. Оно будет само его съедать, он будет просто жить в страхе всю свою жизнь. Такой человек обрекает себя уже сам на страдания, и не нужно уже думать о том, что-то причинить ему какое-то зло. Просто оставить всё на волю Божию, а Господь сам исправит такого человека. Стрелы сильного изощрены, со угольными пустынными. Стрелы сильного изощрены. Господь, говорят святые отцы, готовит против такого стрелы, и с такими раскалёнными углями. Но в то же время святые отцы говорят о том, что такое стрелы изощрены. Это добродетельная жизнь, которой можно противостоять всякому такому человеку. А угли пустынными, угли как очищающие, избавляющие раны от всякой инфекции и от всякого ненужного, то это является, святые отцы говорят, святое причастие, чаша Христова тела и крови Господня, который очищает нас и присоединяет нас к самому Господу. «Увы мне, яко пришельствие мое продолжися, вселихся в селении кидарскими». «Увы мне, конечно, пришельствие мое продолжися». Продолжилось долгое время пребывание древних иудей в Вавилонском плену, и они жили в селениях кидарских. Кидары – это то селение, которое находилось рядом с Вавилоном, и там жили злые люди, которые не имели какого-то закона и принципов, а поступали по своей жестокости. Именно в эти селения и были поселены иудеи, они там жили, среди таких людей, которые причиняли им постоянное зло. Это, святые отцы говорят, это действительно кидар – это тьма, и в этой тьме жили иудеи и терпели всяческое поношение от таких людей. Конечно же, и мы с вами живем в окружении врага рода человеческого, который также нам причиняет немалое зло. Но и здесь, вот в таком состоянии, нужно иметь возможность противостоять всему этому. Но противостоять на зло нельзя отвечать злом. Противостоять злу злом невозможно. Нужно, конечно, уповать на Господа и в то же время, конечно, стремиться исполнять закон. Закон Христов, заповеди Божии, они помогают побеждать всякое зло. Зло побеждается добродетелю. Таковых исправляйте, говорит апостол Павел, духом кротости. Можно, конечно, стремиться отомстить, воевать с человеком, который причиняет нам зло. Но если мы исправим свою жизнь и будем добродетельно жить, тогда Господь Сам все изменит в нашей жизни. Много предшествовала душа моя с ненавидящими мира. Бех мирен. Много предшествовала душа моя. То есть, говорится о том, что иудеи пребывали в плену очень много времени. Они пребывали 70 лет. 70 лет это человеческая жизнь. А еще 70, а еще 80 лет живет человек здесь, на земле. Тот удел, который положил, или предел, который положил Господь человеку. И в основном это такой вот средний возраст человека здесь, на земле. И целую человеческую жизнь они пребывали в вот в этих селениях кедарских и получали всякое поношение. Жили с немирными людьми, но были мирные. То есть, они не отвечали им за зло. Они старались быть с ними в мире. Они не воевали с ними, не противостояли им, но именно на всякое зло отвечали миром. И вот здесь, или можно сказать, добродетельной жизнью, и вот здесь нам, святые отцы, говорят о том, что и мы в своей жизни не должны отвечать на зло злом. мы не должны бороться с теми, кто любит этот мир и все посвящает этому миру, но должны показывать особый образ христианской жизни. И вот эта мирность, она будет побеждать, и тогда Господь будет слышать нас, то есть, во всем являться примером. Не бороться с этим злом. Мы сейчас очень много говорим, рассуждаем, порой у нас возникает какая-то злость, желание бороться со всякой неправдой здесь, в этой жизни, противостоять, выходить, митинговать, еще что-то делать, то есть, и в этом противостоянии мы думаем, что мы добьемся какого-то определенного результата. Вот псалопевец Давид говорит, нет, можно добиться другого результата, когда ты будешь с ненавидящими мира бехмирен, то есть, те, кто ненавидит этот мир, то есть, ненавидит мирную жизнь, нужно быть мирным, то есть, показывать собственные примеры. Если мы не будем митинговать, а просто каждый будем жить христианской жизнью, тогда это будет самое лучшее против всей неправды, которая совершается в этом мире. Почему и святые отцы говорят, спаси себя, и около тебя спасутся тысячи людей, говорил преподобный Серафим Саровский. Поэтому мы и должны стремиться к спасению собственной души. И вот твоя добродетельная жизнь, она больше будет вызывать такого внутреннего желания тех, которые окружают тебя исправиться, и не только внутренние желания, но и стремление приобщиться к такой же подобной добродетельной жизни, потому что святость, она заражает человека, она вызывает такие добрые движения души в сторону добродетельной христианской жизни. И самая лучшая наша борьба с любым злом, с любым неправильным проявлением в этом мире это наша христианская жизнь. Поэтому сколько мы бы не митинговали, сколько бы мы не говорили, сколько бы мы не выражали свои мнения в интернете или в каких-то других социальных сетях или даже видимым образом собирались на какие-то демонстрации, все это не будет являться каким-то добрым результатом, потому что это будет вызывать внешние противостояния нам, и в то же время мы будем пребывать в таком возбужденном злом состоянии. А если мы будем приобщаться к мирности, к внутреннему миру, к христианской жизни, тогда все будет исправляться и в этой жизни. Игда глаголах им баряхумя туне. Ну вот здесь опять-таки говорят напрасно, будут тогда бороться с нами кто-то, потому что все равно вот эта мудрость, которой мы приобщимся, а Господь именно и говорит о том, чтобы мы были мудры в этой жизни, не ловились на тот путь, который предлагает нам современная жизнь, но противостояли бы ей вот этим духовным образом, о котором мы сейчас с вами говорили, Господь не случайно призывает, чтобы мы были просты, как голуби и мудры, как змеи в этой жизни. Вот эта вот мудрость, она должна быть в нашей жизни. И некая такая дистантность от этого мира, и тогда все то, что делается в этом мире, оно напрасно, оно само собой будет угасать, оно будет само собой побеждаться вот этим светом и этой добродетельной жизнью. Вот такой удивительный псалом, просто замечательный, глубокий, который очень и очень многое нам дает. Но самое главное, конечно же, мы в любой скорби должны обращаться к Богу. Молитва, прежде всего, молитва должна присутствовать в нашей жизни. Без молитвы ничего доброго мы не можем достичь. Молитва это предстояние перед Богом, это глубочайшая связь человека с Богом. Через молитву подается великая благость человеку, через молитву человек получает благословение на грядущий день, через молитву человек получает благословение на предстоящий сон. Молитва утверждает человека целый день. Вот мы говорим, что тот день плохой, этот день нехороший, нехороший лишь только потому, что была забыта молитва, был забыт наш Господь, потому что в уме у нас нет имени Господня, и уста наши не произносят его, и поэтому день получается неблагословенным, поэтому у нас ничего не получается, поэтому столько скорбей, и в этих скорбях, если опять-таки не будет молитвы, то наступит уныние, наступит печаль, мы будем видеть перед собой какую-то безвыходность жизненных ситуаций, но когда присутствует у человека молитва в его жизни, тогда он, конечно, побеждает это зло, и скорби уходят из его жизни, потому что Господь, Он всегда слышит, Он всегда помогает, Он не оставляет верных своих. «Воззвах и услышамя», говорит Псалмопевец Давид, научает нас опять-таки, молиться к Нему и не печалиться, не унывать, а сразу же в таких ситуациях обращаться к Богу и молиться, чтобы Господь избавил нас, конечно же, от всякого человека неправедного, от человека льстива, от человека коварного, потому что мы не сможем увидеть человека. Один из старцев Троицы Сергиевой, Лавры, игумен Виссарион, он так говорил, говорит, раньше чтобы узнать человека, нужно было с ним съесть пуд соли, а в сегодняшнее время и двух пудов мало, потому что человек, он становится более лукавым, он уже сдружился с этим миром, с лукавством этого мира, с той какой-то хитростью и неправдой, он не боится уже говорить неправду, если человек, который верит в Господа, который стремится жить по заповедям Божьим, он всячески избегает неправды, какого-то мана, лжи в этой жизни, то современный человек, ушедший от Бога, его сущностью становятся вот эти вот неправильные отношения и неправильная жизнь, и всякие грехи, и порок, и всякая неправда, лесть и обман, поэтому мы не можем увидеть человека до конца, и казалось бы, вот этот человек настолько открытый, настолько замечательный, а потом уже в результате многих прошедших лет делает такой поступок, от которого ты просто сотрясаешься, ты думаешь, что за твоим столом сидит брат, а оказывается не брат, а враг, который желает тебе причинить какой-то боль и страдания. Как увидеть такого человека? Вот увидеть его в нашей современной жизни практически невозможно. А как избавиться тогда от них? Вот здесь и говорится, что нужно, Псамопедис дает, говорит, обращайтесь с молитвой к Богу, и Господь избавит вас от таких людей. Избавимя, Господи, от устен неправедных и от языка льстива, то есть от человека, который может в любой момент окривитать тебя, и от человека, который своей лестью, своим коварством прикровенным нанесет тебе удар в самое сердце. Невозможно увидеть, я еще раз говорю, этого человека. Его только избавиться от него можно, если Господь его просто не допустит к тебе. Но здесь опять-таки нужно молиться и просить Господа. Конечно, Господь всякое зло побеждает, и Господь всякое зло к добру направляет своим божественным промыслом, потому что Господь благ, Господь милостив, Он не дает нам понести какие-то скорби, беды и трудности в нашей жизни выше наших сил, чтобы мы не изунывали и не запечалились. Господь до времени дает понести тяжелый крест, но когда видит, что мы истощены уже несением этого тяжелого креста, то тогда Он посылает нам облегчение и направляет стрелы против этих людей. Да, и сам грех, само зло, оно уже живет в этом человеке, оно не дает ему покоя, пока он не принесет покаяния Господу. Вся наша жизнь – это трудности, вся наша жизнь – это переживание, это борение, это жизнь, если христианин живет по закону Божьему, то он живет в тесноте, он идет узким путем, и для него жизнь – это борьба, и не случайно говорит Псалом Певец о селениях кедарских. Мы тоже живем среди врага рода человеческого, который хочет нам причинить боль, которую посылает нам всякие искушения. И вот жизнь христианина, она тоже стеснена, стеснена этой борьбой постоянной и постоянным бдением, потому что не знаем, когда враг рода человеческого нам причинит какую-то боль и страдание. Бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Блюдите, как вы опасно ходите, говорит святой апостол Павел, то есть действительно мы опасно ходим, и любой наш шаг, он может такой невнимательный, может привести нас ко греху и к страданию. Поэтому, чтобы этого не произошло, должна постоянно присутствовать молитва. И на всякое зло, конечно, нужно отвечать только молитвой и отвечать добродетельной жизнью. Ни в коем случае не нужно мстить, не нужно искать способа причинить зло этому человеку. На зло нельзя отвечать злом. И Господь не случайно призывает нас много-много раз в Священном Писании, чтобы мы не торопились вознести удар и ответить человеку на его какое-то оскорбление, на его обиду, которую он причинил нам. А, конечно, таким мирным состоянием духа, даже для тех, как говорит здесь псалмопею из Давид, для тех, кто не любит мир, не любит этого мирного состояния, ненавидящие мира, им отвечали вот таким миром, добрым отношением, улыбкой. Я думаю, что этим всегда мы будем побеждать всякую неправду, с которым мы будем встречаться и только приобретать среди людей себе и друзей, даже те, которые к нам плохо относились, если они будут видеть нашу улыбку, нашу незлобие, то тогда они также будут приобщаться к этому и из врагов будут конечно становиться нам друзьями. Замечательный глубокий псалом, о котором мы сегодня говорили. Каждый псалом – это великая ценность. Мы благодарны Господу, что Он послал нам святого псалмопевца и пророка Давида, который открывает нам глубину и домостроительства Божьего, с одной стороны, а с другой стороны красоту нашей духовной жизни. Если мы будем слышать Его призыв, то, конечно, будем совершать правильные поступки в этой жизни, которые будут нас радовать здесь, но и которые будут нам открывать, конечно же, Царствие Небесное. Я прощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас все, Господь, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова